нас тихуана сейчас через пять минут уже выезжаем на границу он как раз привет как раз ребята вот уже выходят они остановились номере 222 на втором этаже мы вызвали такси и едем сейчас на границе посмотрим какая там ситуация если народу будет очень много тогда переместимся в мексикале ну и дальше на восток как я и говорил вот чуть позже не забыли год назад мы рекламировали этот отель и вот до сих пор использую я нахожусь на границе эль-чапарал это тихуана самое раскрученное место но вот смотрю сегодня ну и вообще народу не так много как снимают блогеры которые рассказывают что тут ажиотаж они наверное не видели ажиотаж ажиотаж был в прошлом году перед новым годом вот эта вся площадь она была полностью в палатках здесь горели костры вот даже следы остались здесь люди жили я не знаю там по месяцу по два месяца в ожидании сейчас я смотрю очень фактически на 90 процентов здесь находятся люди из латинской америки скорее всего это гондурас гватемала и так далее все приехали подавать на убежище мы попробуем сегодня хотя уже последние три месяца вообще не используем это место подать на убежище здесь тихуана сначала на этой границе если не получится перейдем в сан и сидра если не получится сан и сидра завтра с утра мы поедем в мексикале дальше будет аризона в общем двигаемся с запада на восток есть конечно границы куда мы обычно последние три месяца ездим и подаем без очередей так далее это будет наша последняя крайняя точка хотелось бы конечно в калифорнии хотя ребят разница между аризонной калифорнии вообще никакой это один округ судебный округ и все дела будут проходить в одном судебном округе неважно где вы подаете в тихуана или в аризон и так мы на границе сделал только что прямой эфир показал ребятам в инстаграме ребят кстати те кто у нас youtube переходите в наш инстаграм очень хорошая группа я практически через день делаю бывает каждый день делаю видео онлайн отвечаю на вопросы и можно получить ответ на свой вопрос прям в режиме реального времени даже сейчас вот минуту назад я делал онлайн из этого места время кстати 8 утра мы приехали только что сейчас я думаю мы пока ждем ребят карлоса проводит вот кстати наши ребята стоят вместе с карлосом и карлос сейчас просто походит и поспрашивает откуда приехали эти люди и я переведу то есть даже будет просто интересно узнать откуда все вот эти вот ребята которые фактически фактически и создали вот эту вот огромную пробку карлос сейчас карлос сейчас как раз нашими ребятами заходит мы будем здесь еще два часа они зайдут мы их подождем и дальше уже будем смотреть ребята пошли переживают конечно и